И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, а одежды же его сделались белыми, как снег. Вот сейчас считали апостольское чтение Петра, о преображении больше ни один апостол не упоминает. И то, что считалось, вот если бы это, что Петр сказал сегодня, разъяснили, в церкви наступило бы преображение. Ведь о Христе свидетельствует на земле три, Иоанн говорит, три свидетельства, что кровь, вода и дух. Где кровь? Где вода? Вода при крещении, когда Христос крестился, и с неба был глаз сей, есть сын мой возлюбленный. Это утверждение авторитета, чтобы ему поверили, что он и отец одно, что не сам пришел он, а его послал отец Бога Иегова. Вот один свидетель есть, событие, названное свидетелем. При кресте, ну, при кресте, ясно, погасло солнце, и перед тем, как идти на крест к Христу, какие были события? Кровь. При крови тоже было свидетельством, что Христос в угоде на Цю Небесному. Погасло солнце, разодралась завеса в храме, мертвого воскресли. Второй свидетель, а третий где? А третий, вот, когда Христос в духе был показан, в духовном. И дальше. Петр, когда говорит о трелепной славе, принесся глаз. На преображение никакого внимания не обращает. А вы что сейчас поете? Яко же Можаху, Христос на Святой Горе. О словах Бога Отца и Бога вообще ни одного слова приступления нет. Это монахи составили. Они забились за там. Вот они, трекущий Бог им не разрешил, а они построили эти монахи кущие. И вот они думали, трекущий Моисеев, ну, так, один балаган сделали, надо второй делать. Или и. Ну, один Христу. Конечно, Христу, наверное, побольше, начальник. У них положение-то было незавидно, а их трое там было. Ну, и как? А где вы будете однажды спасать? Видимо, каждый думал, кто ближе, один у Христа будет прислугой. Дальше-то рассуждения какие-то у них были, не на один же день шалаш-то. Если вы когда-то поехали на рыбалку, ну, мы там через полчаса обратно пойдем назад, ну, зачем мы будем там шалаш-то делать? Они же не палатку раскинули, а разборную. Это делать надо было. Рубить надо было следи, поперечное, трогу надо было, с собой ничего нет. А мы сделаем. Лежь мы только к людям хотим к окаянным детьм. Это же монастырь в готовом виде. И они там будут прислушиваться, послушниками будут. И когда Петр говорит о славе Христа, почему это сейчас считалось, а он говорит, впрочем, мы имеем вернейшее пророческое слово. Впрочем, то есть, что же я говорю, это даже не на первом месте. Что тебе надо, когда имеем пророческое слово? Смотрите, с того уже послание-то заложено было, что обратить-то внимание на слова надо было. Его слушайте. Ни в одном местопедии этого нет. Поэтому не слушают. У нас должна быть релиза в самом богослужении. Притом кардинальное, капитальное изменение. Преображение должно быть в самом богослужении. В другое русло надо направить в сегодняшний праздник. Апостол Павел говорит, впрочем, что означает? Допустим, отец наказывает сыну что-то. Ты должен, потому что я старше тебя. Да впрочем, что это объясняет? Да ты сын мой. Впрочем, означает все остальные доводы менее. И здесь он говорит, впрочем, вы имеете вернейшее пророческое слово. Вы имеете его. А сегодня эти слова нельзя сказать Петру было. Впрочем, у вас ничего в руках-то и нет. Ну, хоть смотрите на это было преображение. А дальше говорит, а если имеете, то вы хорошо делаете, чтобы не обращаетесь. Вы слышали сейчас эти слова? А если их нету, то и обращаться не надо. У нас все вывернуто. У нас все это одежда. А святые видели, как и антарштадтские стоят монахи в черном. В черной обгорелой головешке. Как Григорий Богослов, как Галки, сороками называют. Стрекочек только говорит. А суть не молится. Одна стрекотня в словах идет. Сегодняшний смысл всего праздника заключается в авторитете Христа. При крещении авторитет Христа он перешкался? Да. При смерти? Конечно. Конечно. И сейчас преображение. Отец говорит, это сын мой возлюбленный. На нем мое благоволение. По моей воле он родился. Он выполнил. Он навык по слушанию. До смерти крестной. Я его посылаю, и он умрет. Отец мой зачем ты оставил меня? Потому что все грехи мира были на нем. Но на нем его благоволение Божие. Бог отец от него не отступил. Вот что заключилось сегодня здесь. Приближалось время и шествия Христа из этой жизни. И снова авторитет Христа отец устанавливает. И Христос им запретил, что говорить? О видении. И запретил говорить, что видимо. Не то, что слышали-то. А получилось наоборот. О видении говорят, а о словах Христа они все вывернут. Начинаешь, когда все это... И ни из Латауст, ни Фефилактов в этом не говорят. Я смотрю все Григория, Богослов Григория, Нескинфер. И ни один святой отец, правда, не говорит, ни Антоний, ни Макарий. Почему все монахи были? Монашество все это заглушило. А видение? Засиделись там. Ну такие кучи-то построили. Построили крепкие кучи. С каменными стенами, с бойницами. Его штурмуют. Поляки не могут взять Сергию, Лавру. Сколько времени. Больше года штурмуют свой Печерский монастырь. Войска Ивана Грозного не могут взять. Это не просто так. Это огромное сооружение, целые комплексы. Его слушайте. Да если бы 57 тысяч монастырей в Царской России. Да 1250, хотите сказать, было храмов. И 1250 монастырей. Да ведь там сколько же всего было? Сколько всего понастроено? Сколько художников в жизни отдали строя это? Самый главный орган, который должен преобразиться у человека, это язык. Язык. И ты мысленно воображай о том, что говорится. А язык говорит в словах, которые ты уже должен ушами. Уши для тебя самые главные. Ты же молчишь в храме. Жены ваши домолчат. Поэтому уши, слушайте. Почему Христос постоянно и говорил? Кто имеет уши, слышит, да слышит. Это сакральная фраза. И никто не подошел, Господи. А что значит уши у меня? Ни один не спрашивает. Как раз этот вопрос и надо было задать после слова Христа. Господи, а у меня уши есть. Есть они у меня там духовные? Давыд говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Этими ушами он слышит, и надо его разуметь. А то и имеет глаза, и не верит, и имеет уши, но не слышит. Как же русские люди, разве не слышали? Слышали. И написано, стали лить колокола. Я говорю, а когда колокола-то пришли? Я сейчас так и сидел, литературой занимался. Но считает, что 4 века там с одного епископа, компания, компания их называли, слышала, не колокола, а билы были разные. В них надо было бить. И начали, как только пришли монахи с Византии, сразу начали колокола здесь устанавливаться. И без колокольного звона не рождались, не умирали, ни праздников не было, везде колокола. Ведь если столько тысяч храмов, то в каждом храме ни один колокол был. Даже в Барнауле сейчас в каждом храме большой колокол и маленький колокол. Это сейчас разные способы, формовки делают. А тогда ведь и так было. А как они делали? Ну, сначала форму сделать глина, крахмал. И еще одно составляющее было. Спрашивают, а что вы добавляете? И благодать. Вот куда благодать применили. Глина, крахмал и благодать. Потом обручание стягивали и начинали лить колокола. Вот царь колокол стоит. А до заря колокола еще было таких три. Вот идут большие вагоны, пульманы. Это 60 тонн. Колокол весит 200 с лишним тонн. Это три вагона. Его начинают поднимать. Но не знаю по какой причине, копеечная свечка загорелась. Не так, не так. В одной песчанке. И загорелись веса. Стали тушить. Говорят, упал. А другие говорят, воду лили от перепада температуры. Ну, небольшой осколок откололся. 11,5 тонн. На нашей машине 11,5 тонн даже не погрузишь. Это осколок. А ты чего этот колокол нужен? Людей призывать. И когда лили этот колокол, рядом стояли на страже 400 пожарных. На случай пожара, чтобы потушить. Ну, вообрази, в деревне сейчас 400. По форме одетых пожарных стоят. А тогда-то на лошадях это не просто пожарные. А с бочкой, бочкой и лошадь. И на это пошли. Дальше. Вот колокол, когда он звонит, внутри там железка такая двигает, и ей бьют. Качаются. Это называется лизык. А это как шлем надетый на голову. Этот язык раскачивали 24 человека. В одну сторону 12 и в другую. Да если бы эти 24 человека послать, они бы языком говорили о славе Христа. Неужели меньше пользы было? 24 человека. Вообрази, они больше ничем не занимались. А чтобы одинаково дернули, должен быть режиссер еще палкой махать. Давай, мужики. Это все для славы Божьей было. По окружности колокол до 15 метров. Это в одну сторону надо наскачать язык. А этот язык, который бьет, 4 тонны. Этот язык, эта железка, которая ударит и обратно поет. 4 тонны. И перед всем миром идет похвальба. А удар какой, уши затыкает. А как ударит, как гром. Да у Бога, сколько раз за лето был гром. Какие же колокола-то нужны. Так аж присядешь. И это все напоминание об отсутствии проповеди. Да можно было 2000 тонн сделать колокол. А проповедей нет. А язык-то он весит граммы. А он говорит о Христе. Вот что необходимо было преобразить. Делает колокол. Первый. Заливает медь. Почти 200 тонн. И она вся уходит в землю. Меди нигде нет. Второй начинает лить. Отец умирает, передает сыну. Речь шла о годах. Подготавливая на колокол изображение будет царя. Потом шлифовать будет его 2 года. День и ночь трудиться. Чего только не придумают люди, чтобы только не проповедовать. Послание же к Римлянам 12.2. Написано. Не сообразуйтесь в веках сил, но преобразуйтесь. Преображение. Обновление ума вашего. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Как будто об этом никто никогда в России не молился. Господи, да преобразуй ты наш ум. Да не в колоколе дело. Колокол только лишь призыв. Вот уру. Мусульман у них вонзий. Напязан залез и на минарет. Колокольный. И он кричит, читает там стихи из тарана. Все понятно. И мне интересно. Вот в Греции захватывали Византию. Они разрешали молиться как хочешь. А колокола запрещали мусульмане. Вводили запрет. Коммунисты ввели запрет. И ничего не поняли. Как только советская власть отошла. Специальный завод. Липецкий какой. Опять лепят и лепят. А что на тех заводах делали? Я опять начинаю искать литературе и нахожу. Лили колокола и пушки. Больше завода еще не занимались. Из пушки убьем, а колокол отпоем. Но никто ни другое слава Хрису-то не приносило. Преобразуйтесь. Ну, но мы же серебро добавляем в колокол. А в кушке, а в колокол, а в кушке цинк. Вот вся такая разница была. Один и тот же плавильный аппарат. Один и те же люди, знаменитые, получали оклад от царя. А потом 24 человека были привязаны веревками, если выкачали этот язык. Это российская святость. И вот теперь к этому осколку Кремля подходят и смотрят. А никто не знает, что это осколок и сам колокол-то еще. Сколько там по земле было, пока их вытащили отсюда. А если вы преобразовали сейчас, и сегодня в храмы вы сказали об этом, вы сказали, не ходите, не смотрите. Ну, мы с новообразим. Большой самый колокол царь, но если по земному апостол Павел, по небесному Христос. Да сделайте маленький колокольчик, как в школе собирает. Если говорить так, то колокола это проповедники. Отлейте таких проповедников, пошлите по всему миру. Пусть их язык призывает на благовестие. Во 2 Коринфянам 3.10 Павел говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господнюю, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Значит, вот где мы, как в зеркале смотрим на Христа и отображаемся, взирая на славу Господнюю, а он показал якожем-мажраху. А что значит, на сколько человек мог выдержать? На славу. А на слова Христа ничего якожем-мажраху нету, это только наведение. А человек уперся в эту славу, а дальше перевел на желудок, спас мед, яблоки. Сегодняшний праздник весь заключается в словах Христа. И тогда он оправдан, имеет смысл. Его слушайте. Нам авторитет Христа не надо утверждать. Мы верим, что Иисус Христос посланник Божий. Он истинный, обещанный Богом Мессия. Мы верим, что Иисус Христос правил на Отцу, веруя во Единого Бога Отца, Святого Бога, теперь Сына Божия, Единородного, От Отца Рожденного. Мы верим, нам это не нужно преображением. А он и говорит, увидите Христа, грядущего во славе. Только для утверждения авторитета Христа преображения. Нас авторитетом приходит авторитетность Его Слова. Мы, впрочем, имеем Слово Божие. Вы хорошо делаете, что к Нему обращаетесь. Если вы дома не читаете Библию, а телевизор смотрите, нехорошо делаете. Вы Писание маленькое трансформируете. Посмотрите, во что преобразится это. Мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. От Его славы, Его слава дается нам. Вчера же никакие мы были, мы сегодня еще более делаемся жертвенными. И будьте благодарны. А то я слышу такое, что вы умеете очень сильно просить что-то. А как вы просите? Не здоровайтесь и не здоровайтесь с человеком. Такие позорные слова мне пришлось послушать. Ты если кому-то обращался, тебе помогли, ты до смерти будь благодарен. А тот человек после тебя сто раз будет делать не доброе дело, пакость, и ты это все забудь. А то доброе дело на первое место держи. Я в горах полз, умирал от голода, дополз до первого сарая, как сейчас помним. И хозяйка несет помои, я лежу в помоях, свиньям несет она что-то, и кусочек плавает. Я протянул руку, кусочек дай, она мне не дала. Я пополз к другому двору, я не могу на ноги встать. Мы двое ползли. И там нас накормили, я тут же за столом уснул. Как бы мне пробраться туда? Прошло уже сорок с лишним лет. Как бы мне найти тех людей, которые хлеба мне высоко не дали? И я приобрел силу, и я дошел до города тогда. Ты помни все. Кто тебе Слово Божие говорил? Как ты услышал особенно? Мы обязаны всем, что у нас есть Иисусу Христу. Тем людям, которые передели нам на понятный наш язык. Тем, которые проповедовали, те, которые заботились, преподали крещение. Мы даже все состоят из одной благодарности. Тем более, благодарность денег не стоит быть благодарным. К филиппистам 3.21. Который, то есть Господь, уничиженное тело наше, когда мы воскреснем, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силой, которой он действует и покоряет себе все. Когда святые отцы толкует это место, у них на первом месте стоит Ох. Ох, подумать страшно. Наше вот это тело, гниющее, болящее, отсутствующие члена, руки, ноги нет. Все будет по-другому. Ты болеть не будешь. Все будет другое, чистое, святое. Наше тело преобразится. Сегодня оно не преображается. Вид, может быть, лица преображается, как у Серафима, у Моисея. Но это Бог иногда дает, допускает такое чудо, чтобы отпуск склада своей елить на земле. Премудрость Соломона, 19.6, говорит так, что преобразуется. Вся тварь снова свыше преобразовалась в твоей природе, повинуясь особым повелением, дабы сыны твои сохранились невредимыми. Иногда Бог как-то делает в природе, все будет выглядеть по-другому. Это было при исходе их из Египта. Вся тварь преображается. Огонь не жоп, при том огонь был в воде. Вода не заливала огонь. Вокруг и везде падают мертвые, у Израиля ни одного раненого нет. Преобразуется сама природа. Небо чистое, падают камни. Люди бегут через лес, а вышел партизанят в лес спасаться. Дерево на дерево падает, всех подавило. Больше, чем убили оружие. Сама природа преобразуется на помощь верующим. С нами такого, может быть, и нет, а ты благодари Бога. Как Бог все делает? За одно послушание скотине только нам никогда не отблагодарить Бога. Вообрази, что скотина сделалась бы зверской. Она скот и зверь это разные. Зверь это дикое, а скотина домашняя. Ведь одна корова бы могла тебя порешить. Пропадало бы все. Любой код обычно развернулся, выдавил копытом, говорит, головой ничего не останется. Собака тебя своя может истерзать, и съесть. А Бог так сделал. Природа преобразуется и в худшее, и в лучшее. То есть признаки преображения мы видим в животных. Марка 16, 12. После сего явился Христос в любом образе, в любом из них, по дороге. Преображение заключается даже во внешнем виде у Иисуса Христа. И они его не узнали. А нам Господь явился в том виде, в том виде, в том виде, в том виде, в уничиженном. Его в таком виде многие не принимают. Он себя не мог спасти, какой-то плотник, кого вы верите. Он под этим образом скрыт, наш Господь был. И сегодняшний день, Он напоминает нам, что вот этот праздник преображения, он должен войти внутрь нас. Мы духовно, умом, делами, руками, ушами, глазами, всем должны преобразиться. Тело остается тоже. Конечно, у верующего тела, если бы возьмут на анализы у неверующего, а он ничем не отличается. Но иногда отличается, что в нем алкоголя нет. Повторяю, что никакого пива, ничего у верующего в доме не появлялось, никакой брашки не грамма. Не приведи Бог умереть, хотя бы с малым опьянением, ты в ад пойдешь, как пьяница. И тогда мы скажем, этот день напоминания о преображении правильно установили святые Божие. Только неправильно указали на основную его часть. И вот, слушайте, что он нам говорит? А он говорит так, я есен пастырь, а вы овсы. И овсы мои слушаются голоса моего. Аминь. Аминь. Аминь.